В Италии приведено к присяге новое правительство во главе с Марио Драги. В его состав вошли 23 министра, из них 9 без портфеля. Экс-глава Евроцентробанка в пятницу согласился возглавить кабинет после отставки Джузеппе Конте. Тот вынужден был уйти из-за фактического распада правящей коалиции. В отличие от предыдущего правительства, в новом больше политиков, чем технократов. При этом несколько министров сохранили свои посты. Среди них лидер крупнейшей парламентской группы движения пяти звезд Луиджи Димайо, который остался на посту министра иностранных дел. В начале следующей недели пройдет голосование по вотому доверия правительству в обеих палатах парламента. Проблем с этим политологи не ожидают, учитывая, что лидеры практически всех партий уже выразили поддержку Марио Драги. Среди первейших задач нового премьер-министра борьба с пандемией и восстановление экономики, которая серьезно пострадала из-за коронакризиса. В частности, министры будут распределять средства из 200-миллиардного пакета, выделенного ЕС на перезапуск экономики Италии, а также реализовывать планы по вакцинации, которая пока задерживается.